Вопрос дня в эфире Первого Приднестровского. В студии Велия Таганин. Александр Лагутин. Здравствуйте. Накануне мы отметили 222 года со дня рождения великого русского писателя Александра Пушкина. Не секрет, что он был в наших приднестровских городах. Расскажем об этом, а еще обсудим открытие чудо-града в Тирасполе и достижения нашего приднестровского спортсмена. Начнем с важной новости. Границы Приднестровья открыты до особого распоряжения. Это значит, что приехать в Приднестровье или выехать из него можно без разрешения оперативного штаба. И не нужно сдавать ПЦР-тесты, не нужно сидеть на двухнедельном карантине. Что касаемо продления режима перечищения границ, ну, пришел я все-таки к пониманию, что, в принципе, с учетом падения заболеваемости и у нас, и в соседнем государстве, в Молдове, да и в Украине тоже, ну, в Молдове особенно и наблюдается падение. В принципе, можно сохранить до особого распоряжения режим, скажем так, прежнего пересечения границ. До особого распоряжения, то есть не до 1 августа, не до 1 июля, а до особого распоряжения оперативного штаба. Когда мы будем наблюдать, не дай бог, ухудшение ситуации, тогда и будет принято соответствующее решение. А пока, чтобы люди знали, что будет свободное перемещение, и чтобы люди знали, что многое зависит от них самих, да, то есть, если сами не допустят вместе с нами рост заболеваемости, ну, и будет все замечательно. По последним данным, в Приднестровье болеет коронавирусом более 200 человек. 184 из них проходят лечение в коронавирусных госпиталях, 16 в отделении реанимации, 3 на аппарате ИВЛ. Поэтому мы снова призываем всех вакцинироваться. Вакцинация у нас добровольная. У нас для этого используют препараты «Спутник Ви», «Файзер», «Астрозенека». Есть также информация, что скоро к нам поступят китайские препараты. Их эффективность оценивается в 79%. В ближайшие дни мы ждем документы с Республики Молдовы на поступление вакцины китайской «Синовакс» и «Синофарм». Записаться на прививку можно в поликлинике по месту прописки. На процедуру нужно прийти с двумя паспортами – внутренним нашим, приднестровским, и заграничным паспортом. Потому что данные будут вносить в электронный реестр и потом выдадут сертификат по итогам уже полного курса вакцинации. Накануне мы отметили 222 года со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина. Не секрет, что он был у нас в Приднестровье, в Террасполе и в Бендерах. Как это было, сейчас обсудим с директором Терраспольского объединенного музея Аллой Мельничук. Она у нас в студии. Здравствуйте, Алла Антоновна. Здравствуйте. Вчера вечером слышал такое мнение в эфире одного российского федерального телеканала, что Пушкин для нас – это наше всё, а вот для Запада он как бы малоизвестен. И вот назвали такую причину, что просто его работы достойно не перевели, как, например, у нас перевели Шекспира. Вы согласны с таким мнением? Есть в этом своя подоплёка. Для нас Пушкин не просто поэт, а человек, который дал старт новому русскому языку, тому, которому мы говорим, и для нас он ещё и поэтам очень много значит. А с другой стороны, знаете, в стихах Пушкина и русская ментальность, и русская эмоциональность, и есть какие-то выражения, которые, скажем, на Западе не поймут. Ну, к примеру, у нас этот родился в рубашке, а у них родился с серебряной ложкой во рту и так далее. Поэтому это так прямо и легко не переводится, с прозой проще. Алла Антон, но хочется ещё поговорить о тех годах, когда Пушкин был в наших краях в ссылке. Ну, есть информация о том, что он и играл в бильярд с русскими офицерами, и стрелялся на дуэли, при этом ел черешню, и его косточки долетали до соперников. Общался с цыганами, а после есть легенда, что появилась как раз поэма «Цыгане», где главной героиней была Земфира. Сколько он вообще лет провёл в наших краях, и как это отразилось на его творчестве? — Ну, у нас здесь 20-го по 25-й. — Пять лет получается, да? — Ну, меньше получается. Там часть года, там часть года. Но даже хорошо, что у нас, потому что вообще сначала Александр I предполагал его отправить на Урал или в Сибирь. Это вот заступились его друзья, и всё-таки на юге. Но, конечно, регион был ещё не очень России понятен, и он сам не очень понимал, как тут, что тут. Но приехал сюда человеком уже очень известным, и его приняли. Тем более здесь стояло много войск. Территория только-только стала частью России, и было много его друзей петербургских, и он с ними общался. Но, конечно, есть много, так сказать, описаний и много мемуарных каких-то информаций, что вот утром и где-то до обеда он действительно изо дня в день работал. Ну, а дальше посещение общих обедов, затем каких-то вечерних развлечений и так далее. И даже попалось мне такое описание, что он был резок, он был вспыльчив, и постоянно попадал в какие-то истории. Об этом писали в журналах древолюционных. Но нестандартный же человек, нестандартный результат. Ну, вот как-то вот мирились с его нестандартным вариантом поведения. Алтон, нас интересует, когда он был в Террасполе. Вот есть воспоминания, что он приехал зимой, здесь была метель. Что ждал свидания с декабристом Раевским. Ну, тогда он еще не был декабристом. Да, ну, который уже сидел в Терраспольской крепости, в тюрьме, как вот пишут. И есть разные варианты, что вот здание, где он останавливался. Действительно ли есть это здание? Ну, я думаю, что оно сохранилось, но надо очень точно, чтобы узнать. Дело в том, что он прибыл из Одессы, приехал из Одессы вместе с Ван Петровичем Лепранди, чиновником по особым поручениям Воронцова. И остановился вместе с ним у брата Павла Петровича Лепранди. И несколько дней получилось здесь прожить, потому что он съездил в Индеры, поискал могилу Мазепы. Хотя не знали тогда, что он в Нямецком монастыре захоронен. Вот, собирался уехать, но дождь, и он остался здесь. С Раевским. Ему предложили повидаться с ним, но Раевский тогда еще не был заключенным. Он дважды пристал перед судом, его вину не доказали. И только уже после декабрьского вооруженного восстания там пошли, так сказать, допросы, и прошла информация, что он был частью этого движения. Его отсюда вывезли, и там он уже был подвержен суду. А здесь у нас нет. Нет, здесь он был в положении задержанного человека, но еще не осужденного. Ему предложили, значит, Сабанеев, Иван Васильевич Сабанеев, глава корпуса, который здесь располагался, с ним увидеться. Но, по словам Лепранди, мы благодарны ему за то, что он там десятки лет каждый день описывал. Его мемуар очень многое объясняет. Пушкин, я задала ему вопрос, почему вы не согласились, почему ты не согласился. Он, ну, я-то понимаю, что Сабанеев это сделал из самых добрых побуждений. Он человек русский. А ведь есть люди, которые бы об этом донесли в Петербург. А я и так под надзором, что называется. Ну, там не такие слова, но смысл такой. Вот, Отто Вахтин, он назвал это имя. Немец, ну, как бы мы сейчас сказали, гастарбайтер, который здесь был, он бы в Петербург доложил. Поэтому Пушкин отказался. Пушкин был в Бендерской крепости. Говорят, он искал следы Мазепы и Карла XII, которые после Полтавской битвы жили у нас. Говорят, что благодаря вот всей этой собранной информации Пушкин потом написал поэму Полтава. Есть какие-то факты, что он действительно был в Бендерах? Да, такие воспоминания есть, в мемуарах это отмечено. Был там казак, которому 135 лет было. Он с ним искал могилу Мазепа, не зная, что он с самого начала был похоронен не здесь. И вернулся, ничего не найдя. Но уже в тем, как сейчас говорят, он уже стал в теме, что называется. Поэтому, когда поэму Полтава, там уже Бендеры отмечены, и там звучит название этого города. То есть, так или иначе, он вообще достаточно много здесь у нас написал. Начал, например, здесь Евгений Онегин написать. То есть, вроде как ссылка, но тем не менее, уважительное отношение к нему. Такой круг грамотных, образованных русских людей, которые здесь были. И поэтому это не прервало его творчество. Алла Антоновна, а вот можно у нас составить туристический маршрут, вот именно где был Пушкин? Потому что даже есть версия такая, что он посещал нашу каменку, где был Мингенштейн. Не нашу каменку. Не нашу, это украинская, да? Да, украинская каменка там. Но вот составить такой туристический маршрут, где он мог останавливаться, что он мог у нас посмотреть, например? Параховой погреб, он же мог наш увидеть в Террас interess lassen крепость. Ну, в общем, да, конечно, мог посмотреть, мог посмотреть. Этого недостаточно для туристического маршрута? Я думаю, недостаточно. Вот если бы мы определили дом, где он останавливался, вот если бы мы это посмотрели и узнали, в каком месте на постое был Павел Петрович Лепранди, можно было бы понять, где, собственно, останавливался Пушкин. Ну, зато даже имея вот те крупицы информации, которые есть, как вы думаете, могли бы ли они привлечь туристов к нам в Приднестровье, чтобы погулять по следам, так скажем, Пушкина? Это вопрос дня, и на ответ всего 30 секунд. Ну, я так думаю, что если это сделать частью какого-то более крупного, более масштабного проекта и связать это с идеей, что мы часть русского мира, и так или иначе мы реализовались, потому что мы продолжали жить в русском менталитете, думаю, что это было бы интересно. Большое вам спасибо, всего вам доброго. Нам всем всего доброго. Дню рождения Александра Пушкина посвятили интересное мероприятие в Бендерской крепости. В парке Александра Невского прошел пикник. Сейчас вы видите самые яркие кадры этого события, отдыхали с семьями, именно так там открыли сезон фестивалей. Что там было? Квесты для всей семьи, спортивные игры, работала волшебная лукоморья, все было оформлено в стиле сказок Александра Сергеевича Пушкина. Были мастер-классы по рисованию, аквагриму, плетению бороды черномора, а еще были кулинарные забавы для маленьких поварят у самовара с Ариной Родионовной. Праздник прошел ярко. В Григориополе в субботу прошли конкурсы и выставка рисунков перед районным дворцом культуры. А в Слободзее на детской площадке Молдавской части прошел концерт, мастер-класс по изготовлению сувениров и различные игры. В Каменке и Дубосарах тоже постарались, подготовили для детей яркий праздник и отмечали его 4 июня. В парке Витгенштейна Каменке радовали детей развлекательной программой, а в Дубосарах с утра в каждый район города заезжал автомобиль с артистами, исполняли детские песни. А основные мероприятия прошли на площадке у Дворца детско-юношеского творчества. В Днестровский праздник День защиты детей перенесли на 12 июня, там готовят большую программу. Ну а все малыши Днестровска могли приехать на праздник в Тирасполь в субботу, когда было открытие Чудограда. В Тирасполе праздник прошел в субботу, День защиты детей. У нас наконец-то отметили открытием Чудограда. Как все прошло, сейчас узнаем у нашего гостя, у нас в студии, исполняющей обязанности директора Екатеринского парка Андрей Анатольевич Силаев. Здравствуйте. Добрый. Ну, мы знаем, что планировалось все открыть 1 июня, прямо в День защиты детей, но тогда были дожди, перенесли все на 5 июня. Все было красиво, счастливые дети, взрослым тоже все понравилось, это было очень красочно. Президент был, он даже поделился своими впечатлениями с послом по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации. Давайте послушаем, как это было. Открыли детский городок в Екатеринском парке для детей, вот только прошло открытие. На мой взгляд, прошло замечательно, и видно, что у строителей этого городка вложили душу. Тематика посвящена именно пушинским сказкам. Все весьма интересно. Вообще, Екатеринский парк насыщен именно российской историей. Ну, естественно, конечно же, место отдыха для людей, я считаю, что появилось самое основное в Террасполе. Вот, мы, конечно, будем продолжать развитие данной парковой зоны. В наших планах строительство музейного квартала, где будет полностью представлена история нашего края. Мы видели, пока вот проезжая, как улучшается и как становится все краше Террасполь, как это идет на пользу и интересам людей, потому что очень много видно детей, женщин. Вообще, город, конечно, смотрится очень красиво. Андрей Анатольевич, ну, как вы считаете, как все прошло? На наш взгляд, как бы, мероприятие прошло весело, красочно, и отзывы жителей, как бы, были положительные. Ну, шероховатости же были, вот, многие жалуются на очереди, что были большие очереди. Шероховатости у нас были. Понятно, что мы, как бы, в этот день впервые открыли, как бы, кассы. С завтрашнего дня открываем еще две кассы, потому что в обычный день данной кассы хватит. А в субботу, воскресенье, понятно, что большое скопление людей, детей, все хотят непосредственно попасть в Чудоград. Поэтому было принято решение еще открыть одну кассу для того, чтобы можно было, как бы, больше пропустить и сделать пропускную способность. Но приятный сюрприз — это цены. Наши зрители сейчас видят на экране приз-курант этих цен. 5-10 рублей, дороже нет ничего, аттракционы новые. И, конечно, это радует, потому что можно с детьми пойти и небольшую сумму потратить. Скажите, это такие цены, потому что было открытие, праздник, а дальше ждет повышение, потому что цены ниже, чем в Парке Победы. И стоит ли ждать резкого скачка или плавного повышения цен? Потому что, действительно, хорошая новость, хотелось бы, чтобы так и осталось. При открытии парка цены были 5-10 рублей утверждены. Данные все цены остаются, вне зависимости от того, что это был день открытия. Цены все эти остаются, и по данным ценам мы будем работать. Расскажите нам, как шла работа над Чудоградом? Вот эти все скульптуры, откуда они? Была информация, что они китайские. Какое качество у них? Как они закреплены? Какая степень безопасности там? Да, аттракционы непосредственно были приобретены в Китае. По самой уже эксплуатации данных аттракционов, по их установке, где-то, конечно, вносились свои коррективы, где-то дополнялись от той же системы освещения, какими-то мероприятиями, больше для безопасности детей. Где-то были больше установлены у нас ограждения, также для безопасности детей. Поэтому аттракционы, по факту, все новые. Мы проводили непосредственно 4 раза пробные испытания. Нареканий, жалоб не было. То есть аттракционы себя испытали. В день открытия порядка где-то 13 тысяч. Праздник был не только в Чудограде. Во всем Екатерининском парке подготовились очень серьезно. И было, что посмотреть людям разных интересов и возрастов. Например, в спортивном секторе выступали акробаты, проводили эстафеты, состязания и конкурсы. На роллер-дроме показательные выступления и мастер-классы. У фонтанного комплекса работали аниматоры, аквагримеры. На сцене шел кукольный спектакль «Золотой цыпленок». Тут уже постарались артисты Государственного театра. Что еще было? Нет, вы ничего не упустили. Большая часть это были проведены мероприятия управлением культуры. Также вы, наверное, видели, при открытии Чудограда было очень много и анимаций, и на ходунках ходили те же самые артисты, переодетые непосредственно так, чтобы можно было для детей сделать, доставить удовольствие. Также это были в виде фотозон, потому что больше фотографировались с этими анимациями. Еще одна хорошая новость для наших детей. Сегодня на оперативном штабе при президенте приняли решение открыть летние лагеря. Правда, перед их открытием их проверит специальная комиссия. Еще одна хорошая новость. Оперштаб разрешил и культурно-массовые мероприятия. Президент поручил главам госадминистрации подготовить график на лето. Среди ближайших день России 12 июня. Андрей Анатольевич, в Екатеринском парке, мы уверены, тоже будут мероприятия все лето наверняка. Скажите, есть какие-то идеи, планы уже? В этом году при разрешении будет массовое большое проведение данных мероприятий с управлением культуры. Также будут и спортивные мероприятия проводиться, и также на футбольном, на баскетбольном поле. Поэтому людям будет куда сходить. Давайте подведем итог. Екатеринский парк уже стал главной достопримечательностью Террасполя. Скажите, это наш вопрос дня, каким будет лето в Екатеринском парке? Будет интересным, жарким. Больше, наверное, будет в плане культурным, досуговым. Также еще у нас будут установлены больше зоны для фотографирования. Это у нас будут ростовые фигуры. Лето мы планируем провести непосредственно в парке. Ну что, мы желаем вам удачи и ждем с нетерпением, чтобы все ваши планы реализовались. Спасибо большое, всего вам доброго. Спасибо. Всего доброго. Еще одна новость, которую хочется сообщить с особой гордостью. Наш приднестровец, теннисист, паралимпийц Дмитрий Лавров поедет на Олимпиаду в Токио. Вот как президент отметил эту победу. Не могу оставить без внимания значимую спортивную новость. Известный не только в республике, но и в международной спортивной среде пара-теннисист Дмитрий Лавров одерживает победу за победой. Очередная в Словении. Дмитрий заслужил путевку на паралимпийские игры в Токио. Вот он, пример приднестровского духа, силы воли, достижения поставленной цели. Я знаком с Дмитрием и его супругой. Удивительные люди, которые заряжают верой в себя и в то, что в жизни возможно все. Так держать. Спасибо за победу. И мы говорим спасибо за эту победу. С нами на связи Дмитрий Лавров. Здравствуйте. Здравствуйте. А скажите, как вы отреагировали на такую оценку президента, на то, как президент отреагировал на вашу победу? Ну, честно говоря, я не ожидал. Когда я узнал, что Вадим Николаевич поздравляет, я просто был... Ну, мне было очень приятно, что он смог найти там время свободное, чтобы мог меня поздравить с такой победой замечательной. Дмитрий, ну, вы сейчас находитесь в России, в Тульской области. Это спортивные центры по подготовке паралимпийцев, сборных команд России. Туда вы отправились после участия в мировом квалификационном турнире на Паралимпиаду в Токио. Турнир прошел в Словении. Расскажите, как все проходило в Словении? Сложно ли вам там было? Ну, любые старты, любые соревнования – это очень сложно. А когда речь идет о путевке на Паралимпийские игры, это сложнее вдвойне. Тем более, этот турнир, он не был таким, как бы, проходным. Данное мировое первенство – это единственное место дается для спортсмена, для игрока, для того, чтобы он мог отобраться на Паралимпиаду. Вот, ну, первая встреча была с американцем. Она была очень такая серьезная, сложная. Я выиграл с 3-1 у него по партиям. Потом, к сожалению, была встреча за первое место из-под группы выходить. И я проиграл Швейцарсу. Вышел вторым номером из-под группы. Ну, а потом уже, ну, скорее всего, больше настраивался на победу. И в итоге в полуфинале я обыграл Словака, неудобного для меня соперника. Он Левша. Вот, 3-1 тот же. И в финале, ну, я не знаю, какими-то вот неимоверными усилиями, какими-то вот эмоциями, настроем я сумел собраться. И, конечно же, повлияло. И на путь, на игру моей супруги Оксаночки, которая была всегда со мной рядом, и меня поддерживала. Я смог заработать вот эту долгожданную за 10 лет квоту, путевку. Вот такой вот символичный турнир, бобординг пасс. Это такой билет от Словении, ну, Лаш, где проходили соревнования, и до Токио. Паралимпиада в Токио пройдет с 24 августа по 7 сентября. Мы видим, что время отдохнуть и подготовиться все-таки есть. И мы знаем, что в августе весь месяц вы будете готовиться к Олимпиаде. И готовиться будете на Сахалине. Почему именно там? Как это будет происходить? Сахалин – это восточная часть Российской Федерации. И Япония там находится совсем недалеко. Ну, чтобы пройти адаптацию и себя более нормально почувствовать, потренироваться, чтобы войти в тот климатический уровень свой, который там находится. Вот. Чтобы в дальнейшем можно было спокойно, где-то за дня, за три, за четыре уже мы прибудем в Токио. И, ну, в этом плане, чтобы можно было нормально подготовиться. Вы победитель. Вы выиграли турнир в Словении. Впереди Токио. Расскажите, как вы будете настраиваться на победу? Как вы будете участвовать и готовиться к этому такому масштабному мировому соревнованию? Вот это наш вопрос дня. На ответ всего лишь 30 секунд. Дайте нам рецепт настоящего победителя. В первую очередь хотелось бы сказать, что оно все равно будет присутствовать внутри себя. Вот это волнение, переживание. Но нужно его как-то немножко погасить, перебороть внутри себя. И когда ты это все поборешь внутри себя и выйдешь к столу, выйдешь на игру в таком состоянии, что ты будешь себе говорить всегда, да, я смогу, я лучший. Я сделаю это так, как никогда этого не делал. И тогда у вас все получится. И вы добьетесь своей цели. И я думаю, что вот с таким настроем буду выходить и бороться со своими соперниками и побеждать их. Ну а мы будем за вас обязательно болеть. Гордимся нынешней вашей победой. Спасибо вам большое. Удачи вам. Спасибо вам большое за поддержку. Спасибо, ребята. Спасибо. Это был вопрос дня. Мы говорили о том, что границы остаются открытыми, вакцинация идет. А взрослые делают все для того, чтобы лето было ярким и красочным. Открыть чудо-град, проходят фестивали. Есть спортивные достижения, которыми гордятся приднестровцы. И это все на сегодня. Главное, не забывайте, что вирус еще не отступил. И люди по-прежнему заболевают. Пусть и не так часто, но все-таки случаи есть. Поэтому берегите себя и своих близких. Хорошего вам вечера. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Кулакова